Обычные люди управляют обычными делами, а бойцы управляют судьбами других людей, вернее их оппонентов. И от того, отправит ли боец противника в нокаут или упадет сам, зависит две судьбы. Привет, животворящие листки подорожника! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на гениальные и невероятные нокауты в реальных боях, а не в фильмах, где их полно. Конечно, вы можете написать в комментах те нокауты, которые не вошли в эту подборку, и я сделаю вторую часть. А пока подпишитесь на канал и ставьте лайк, ведь пацаны отдали часть своего здоровья, чтобы вам было что посмотреть с пивами и орешками. Мировой кризис и пандемия оставили тебя без денег, так вот те, о ком я сейчас расскажу, знают, как решить твою проблему. Так как компания Брукспортер официальная, они дают гарантии, что вы начнете зарабатывать в тот же день, как вы присоединитесь к ним. Компания Брукспортер официально зарегистрирована и вывесила все свои документы прямо на сайте. Простейший интерфейс, с которым разберется даже ребенок. Некоторые клиенты, вложившие в компанию 4000 рублей, уже через неделю имели на счету 8000. Если ты хочешь приумножить свой капитал, тогда переходи по ссылке, не теряй ни минуты. Как внезапный дождь отбивает дробь на голове у Карпа, в этом бою Прайс отбил своей пяткой голову Вику. Когда Вик перевел его в партер и занял доминирующую позицию, уже представляя, как будет делать бомбардировку кулаками, отбивая голову лежачему оппоненту, Прайс, как скорпион, выбрасывающий свой хвост с жалом, всадил феноменальный удар из лежачего положения Вику прямо в голову, сразу отправив того в нокаут. В город пришел крестьянин любоваться вишней, а его обокрали. Так и противники Майкла Пейджа выходят в ринг любоваться его техникой и улетают в глубокий нокаут. Веном, как великий мастер кунг-фу, использующий сразу пять стилей и три стихии, двигается по непредсказуемой траектории и делает вообще непонятные удары, которые, тем не менее, несут в себе огромную мощь. А Торнадо, которым он отправил в нокаут этого бедолагу, еще долго будет эталоном лучших нокаутов. Малки-ремок да бревна крепкие, а мы снова посмотрим на Торнадо. Но на этот раз в исполнении Джонатана Туху. Удар Пейджа был прекрасен, как цветок персика, но удар Туху – это самый сочный нектар. Вы только посмотрите на разницу в росте и на мастерство, с которым Туху пришлось прыгнуть, исполнив такой мощный удар. Пока нарисуешь с розы картину, она увянет. А пока будешь спорить, был ли этот нокаут лаки-панчем или отработанным ударом, можно состариться. В поединке Родригеса и корейского зомби, который, кстати, был очень зрелищным и кровавым, все закончилось феноменальным ударом от Родригеса. Мало кто вообще понял, от чего зомби упал в нокаут как подкошенный. Благо, видеозапись все объяснила. А вот споры, был ли это продуманный локоть с разворота или шальная отмашка в никуда, ведут до сих пор. Посреди реки лодка может говорить только с берегом. Но главное, чтобы она эти берега не путала. А в этом бою перепуталось все. Маркус Аурелио, наверное, основной, если не единственный представитель капуэйры в реальных боях ММА, как всегда показал в ринге шоу, перепутав в глазах противника все на свете. Ни тебе джебал, ни тебе лоукикал. Только удары в прыжке и вертушке, от которых оппонент так хотел убежать, но не успел. Как итог, гениальный нокаут с двоенной вертушкой. Как прекрасной ночью с ясными звездами не спит со свиньей перед Рождеством, так боец не может уснуть после того, как его разбудят после нокаута. В этом бою по ММА один из бойцов показал отличный бойцовский IQ. Сделав обманный проход, от которого противник хотел убрать ноги и опустил руки, а сам пробил ногой с разворота в падении. Этот удар довольно часто используют в Кикушин карате, и там он также приносит немало нокаутов. В горах, на равнинах и в море все смотрят на звездное небо, когда выходит ясная луна. А в нашем бою все, даже бабуля со шваброй, замерли, пересматривая этот нокаут. Как его провел боец, я даже не могу объяснить. То ли он делал колесо и удар в стиле Сайнчая с опорой на одну руку, то ли хотел ударить в стиле Кикушина, как в предыдущем моменте, или все в одном, но получилось очень эффектно. Как по красному мешку можно узнать Деда Мороза, по технике работы ног можно узнать бойца Муай Тай. Красота этого нокаута в его финте и сдвоенности удара. Конечно, по регламенту Муай Тай и Кей Ван, второй удар коленом уже наносится не по правилам, так как противник уже стоит на колене, а рукой касается канваса. Но разве кто-то будет ругать прекрасного Жайворонга, клюющего зерно на поле? А бойца, посылающего в красивый нокаут, тем более обвинять нельзя. Как глухой старик не слышит прекрасной песни Соловья, в этом бою Стиверн не слышал ни тренера, ни фанов, которые призывали его драться под градом сокрушительных ударов Уайлдера. Не знаю, насколько этот нокаут гениальный, но то, что он сумасшедший, это точно. Делая размашистые, как жернова мельницы, удары, Уайлдер просто шел убивать своего противника. А Стиверн настолько этого боялся, что даже не пытался ни отходить, ни отвечать, а просто стоял и ждал, когда закончится это безобразие, и он заберет свой гонорар. Как восход солнца, на который можно любоваться бесконечное множество раз, на этот нокаут можно смотреть вечность, что вы в принципе и делали. Думаю, многие из вас видели его уже десятки раз, но гениальность этого нокаута просто зашкаливает. Рой Джонс, забрав руки за спину, работая только корпусом, провоцировал оппонента его бить и избить, но потом молниеносно выбросил правый сбоку, который летел аж из-за спины, но который так и остался незамеченным для противника, и отправил его в нокаут. Пишите в комменты, какой нокаут вам зашел больше всего, ну или пишите свои нереальные нокауты возле чебуречных. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok